Закупаться в Китае станет дешевле. В провинции Хэлунцзян заработала новая система возврата НДС. Приезжающим в приграничные районы туристам будут возвращать 9% от стоимости покупок. Какие для этого нужно соблюсти условия и кто стал первым счастливчиком, которому вернули деньги, знают мои коллеги. Снежная империя – один из пяти торговых центров в приграничном Сэйфэнхэ, на который распространяется новая система. Правила подразумевают возврат 11% от стоимости покупки. При этом 2% уходит на оформление документов на возврат. То есть на руки покупатель получает 9%. Так, товар за 5600 юаней становится дешевле на 504 юаня. Первой, кто воспользовался льготной политикой, стала Маргарита Лопатина из Владивостока. Я недавно в Сэйфэнхэ проезжала специально в Снежную империю, чтобы посмотреть себе шубу. В принципе, выбор очень большой. Мы очень долго смотрели, там столько разных шуб, вообще всяких разных. Но когда начали разговаривать с продавцом, обсуждали, ну, то есть, как вообще приобрести. Мне, в принципе, понравилось очень качество тех шуб, которые были. Но я уже готова была купить. Но продавец мне сказал, что с начала августа будут обратно возвращать пошлину. То есть, когда мы выезжаем из Китая, какую-то часть нам денег возвращают. Ну, вот я специально приехала в Сэйфэнхэ за шубой, взяла себе, собственно, шубу. И вот вернули мне деньги. Я довольна. Поеду в Россию. Теперь к зиме буду готова. Мы провели тренинги для продавцов, чтобы они знали все о новых правилах. А также регулярно проводим тренинги по русскому языку, чтобы они могли рассказывать обо всех нововведениях клиентам. Налог возвращается с покупок стоимостью выше 500 юаней, при условии, что товары на эту сумму куплены в одном магазине в один и тот же день. Льготы предназначены для туристов, срок пребывания которых на территории Китая не превышает 183 дней. Новые правила действуют в экспериментальном порядке на территории Харбина, Сэйфэнхэ и Хэйхэ, в магазинах, торгующих одеждой, техникой, мебелью и другими товарами. «Мы должны обеспечить всестороннюю реализацию новой политики. Для этого идёт работа и в пунктах возвращения налога, и в самих магазинах, которые включены в эту систему. Мы отправили специально обученных людей, чтобы они провели тренинги для продавцов, чтобы все хорошо представляли, кто, когда и на каких условиях может вернуть деньги. Мы уверены, что новые правила позволят стимулировать спрос». А власти приграничных городов рассчитывают также на приток туристов из России, которые смогут совместить удобный шоппинг с поездками по историческим и развлекательным местам.